Привет! Опять продолжаю. Обзоры в пробке. Я думаю, нужно, наверное, отдельную рубрику делать, потому что киевские пробки, они такие. Время, которое в них проводишь, нужно проводить продуктивно. Так вот, после Богдана Еременко коснусь другой темы, которую хотел затронуть еще вчера, но не успел. Вчера, как вы знаете, Палата представителей проголосовала за признание геноцида армянского народа турками. 405, по-моему, голосов. Это очень много. И это фундаментальный сдвиг, который, казалось бы, где-то это далеко все от нас, турки, армяне, геноцид. У нас свой геноцид был и много чего. И каким макаром это все дело до Украины? А я думаю, что это имеет непосредственное отношение к Украине по той простой причине, что мы можем оказаться в эпицентре очень серьезного выбора, такого кризиса, связанного с нашей традиционной способностью влезть в дерьмо по любому поводу. И вот эта ситуация, она очень серьезная. Она, боюсь, заставит наших гавриков властных сделать шаг, который может нас очень серьезно поволноваться. О чем идет речь? Ну, вы все в курсе. Ну, большинство, наверное, не в курсе все-таки. Ну, там значительная часть моей аудитории все-таки люди начитанные и интеллектуалы. Так вот, ну, вы знаете, что армяне долго продвигали эту тему с геноцидом, потому что в 15-м году турки переселяли армян с восточной части Анатолии. Я там ездил, был, смотрел в свое время. И было уничтожено, там, по разным оценкам, от полутора до двух миллионов человек. Кого-то убили, кого-то... Основная часть умерла от голода, холода, когда их переселяли во внутренние районы Атаманской империи, переселяли туда, в район Алеппо, в Сирию, в Месопотамию. И люди просто умирали, потому что это, ну, были тяжелые климатические условия. Без еды, без воды, там, и т.д., и т.п. Кошмар. Юджин Роган это описывает в падении Атаманской империи. Армяне и турки, по-моему, у меня книжка есть. Я, может, даже вечером обзор сделаю. Ну, короче говоря, литературы на этот счет предостаточно. И проблема же не в том, что там турки такие звери. Проблема в том, что весь регион, он пропитан такими противоречиями. Что Кавказ, что Балканы. Если мы посмотрим, то мы увидим там, как турки притесняли болгар, потом болгары притесняли турок. Причем это еще недавно было и остается там, да. Босния, Герцоговина, все из этой же оперы, там, и т.д., и т.п. Но суть заключается в том, что турки занимали принципиальную позицию и старались не дать ход этому делу признания геноцида армян. Ну, потому что это действительно неприятно для них. И вот противоречия между штатами и Турцией, которые на протяжении последних лет разворачивались. Ну, вы все помните, что это заявление там Эрдогана, что я уничтожу экономику Турции. И санкции он там, хотя и ограниченные, пытался вводить. Потом отменял, кто вводит, тот отменяет. Короче говоря, происходит фундаментальный звиг, связанный с тем, что Турция радикально меняет свою геополитическую ориентацию. И, по всей видимости, это приведет к тому, что Турция вывалится из НАТО. Потому что чем дальше, тем больше признаков, что турки отправились в самостоятельный дрейф. Назовем это так. Соответственно, их интересы со штатами начинают расходиться. Но при этом Турция продолжает оставаться и будет, я думаю, наращивать свое влияние в регионе, к которому мы имеем непосредственное отношение, в регионе Черного моря. И при этом мы торгуем с турками достаточно много, больше, чем со штатами, насколько я помню. И зависим от их присутствия в регионе, зависим от кооперации с ними. Потому что, опять-таки, могу напомнить, что Турция начала нам поставлять боевые беспилотники. В сфере ВПК мы с турками кооперацию наращиваем. В общем, плюс еще можно вспомнить Крым и вопрос крымских татар, которых лоббирует Турция давно и системно. Поэтому дальше сейчас Украина может оказаться перед сложным выбором. Потому что наверняка ВП, ну не ВП, уже в офисе президента, там, в МИДе, кому-то в голову может стукнуть мысль о том, что необходимо поддержать американцев. Ну, логично напрашивается на стратегический партнер, с которым у нас тоже сейчас в отношениях не без, точнее говоря, с прямым участием украинских политиков. Начиная от Порошенко и заканчивая новой плеядой выдающихся государственных деятелей. У нас вспыхнул этот гейт, связанный с импичментом Трампа после переговоров, телефонных переговоров с Зеленским. И, ну, наши все хотят как-то подкинуть свою полезность. И вот они сейчас могут влезть в это дело с геноцидом и потребовать, чтобы Украина его тоже признала. И для нас это будет крайне неверный шаг. Не потому, что геноцида не было, а потому, что это влечет за собой определенные политические, там, экономические последствия для Украины в отношениях с Турцией. И нам между капелек нужно проскальзывать. И спешить в этом деле не нужно. Поэтому, ну, нужно только молиться, чтобы им это не пришло в голову. И чтобы кто-то в МИДе, там, надоумил их, сидеть тихо и не высовываться, и вообще делать вид, что ничего не произошло. Потому что это как раз тот случай, когда нужно делать вид, что ничего не произошло. Хотим мы это или нет? Вот такие дела.